Всем привет дорогие друзья, ну что на сегодня мотивация на глажку и приготовление вкусного ужина И пока я буду гладить, как я вам и обещала, давным-давно, правда я обещала, я поотвечаю на пару вопросиков, которые вы написали в сообществе Иду по порядку, непоследовательно, что вижу, то и отвечаю Привет Лера, вопрос о вакцинации, уже обговаривали в начале года, но на данный момент ситуация кардинально другая Планируете ли вакцинироваться и что думает Сережа по этому поводу? Я вакцинироваться не планирую, потому что пока что у меня нет повода для вакцинации В принципе мне не вакцинированы, я ничем не обделена, мы особо никуда не выбираемся Сережа у меня работает, у него нет такого на работе, что у него прям заставляют вакцинироваться У них добровольная вакцинация, но он хочет провакцинироваться, потому что он подрабатывает в такси И там, конечно, все намного строже У него в любой момент могут запросить вот эту справку, QR-код И если этого не будет, то, конечно, ограничат его в работе в такси Там, где он работает, у него как-то с этим проще Намного кто хочет вакцинироваться, и у них еще причем есть мотивационная часть к вакцинации Там среди вакцинировавшихся разыгрывают денежные призы И вот как бы стимулируют вот так вот Ну не знаю, Сережа вроде планировал вакцинироваться Но это его личный выбор, я не настаиваю У меня своя точка зрения по этому поводу, у него другая Я как-то пока побаиваюсь, как и говорила в трансляции Мы тогда с девчонками обсуждали о том, что я боюсь, я не хочу И понимаю, что у меня здоровье не такое крепкое, как у мужчин, в принципе, у других людей И я боюсь неизвестную для меня вакцину колоть В том плане, что она изобретена очень быстро Ее очень много уже видов, и это все произошло буквально за полтора-два года И я не знаю, что с вакциной люди болеют, что без вакцины люди болеют И смысла я в этом не вижу Моя позиция о том, что если мне прям супер максимально приспичит поставить Что будет зависеть от меня, от этой вакцины что-то прям грандиозное То, конечно, я, возможно, поставлю Но пока меня это никак не задевает, то, конечно, я ставить ее не буду Посмотрим, что будет дальше, я сама даже не знаю Но надеюсь, что до детей не доберутся до наших, потому что очень переживаю Хотя ходят слухи, что уже хотят разработать вакцину для детей от двух лет Очень не хочу этого вообще совершенно Дети это наше будущее Мы уже, ладно, хоть сколько-то прожили там и прочее над нами эксперименты ставить Но детей я в обиду никому не дам Поэтому за детей, конечно, я бороться буду до последнего Так что про вакцину я ответила Посмотрим, что будет дальше Сережа, возможно, вакцинируется, возможно, нет У меня мама вакцинировалась 10 декабря она будет ставить вторую вакцину Но это тоже ее личный выбор был Я не стала ее переубеждать, свою точку зрения навязывать У меня своя точка зрения, у других своя И поэтому как бы здесь просто я высказала свое мнение по этому поводу Никого ни к чему не принуждаю Поэтому поехали дальше Следующий вопросик, который я вижу Хватает ли время на какие-то другие хобби Или постоянно находишь себе занятия Полезные, так сказать Ну, хочу сказать, что YouTube является моим хобби Это монтаж, озвучка Конечно, можете сказать о том, что Ну, ты же зарабатываешь за счет этого Но поверьте, мое хобби Оно не приносит таких максимально грандиозных доходов Которые бы, возможно, все думают о том, что здесь можно много заработать И, конечно, можно много заработать Если у тебя куча подписчиков, миллионы просмотров Конечно, да И рекламодатели, да, там грандиозные А здесь у меня в этом плане все скромнее намного И поэтому я довольна тем, чем я занимаюсь Я совмещаю приятно с полезным И получаю небольшой бонус В качестве небольшой зарплаты на YouTube Поэтому вот это и есть мое хобби И, к сожалению, времени на другие хобби у меня совершенно нет В плане рукоделия я вообще криворукая Можно так сказать Я ничего не умею делать своими руками особо Рисовать я тоже не умею Лепить я не умею Поделки какие-то делать тоже не умею Поэтому в плане того, что Там девчонки делают там букеты из конфет Там еще что-то вот такое вот Хобби у кого-то есть Возможно, вот у меня такого таланта нету Отродясь, так сказать Поэтому вот Следующий вопрос Какие хобби у тебя есть или были? Ну, про хобби я только что сказала Но были в детстве Даже, слушайте, не знаю По поводу хобби Вот как-то я везде себя пробовала В плане кружков, там развивашек Да, каких-то занятий И вот что-то все мне не приглянулось И вот сейчас понимаю, что вот монтаж, озвучка Там что-то в фотошопе подредактировать Ну, вот это вот мне нравится Но, конечно, в это нужно больше углубляться Больше времени тратить на это Совершенствоваться в этом Но пока что я стою на одном таком уровне На котором я пока освоилась Мне комфортно на нем И совершенствоваться пока что нету времени К сожалению, хотя очень бы хотелось Следующий вопрос Лера, веришь ли ты в паранормальные явления? Ну, если честно Раньше, конечно, были такие моменты Когда нам слышалось Там, возможно, виделось Я рассказывала девчонкам на трансляции Когда у нас дома здесь домовой, можно так сказать, шалил Сереже приснился сон Что на полочке сидел домовой И с ним разговаривал с Сережей А Сережа лежал как бы вот на диване И когда домовой ему сказал во сне о том Что он пошел Он спрыгнул с полки И улетели все бумаги Которые с топкой там лежали И мы проснулись от того Что с полочки у нас летят все бумаги Сережа мне тут же рассказывает этот сон У меня просто мурашки даже сейчас по спине От того, что я это вспоминаю Потому что это было очень жутко Мы не могли уснуть какое-то время Потому что я не понимала Как так может быть, что ему снится И тут же это все происходит И вот допустим Я вроде с одной стороны понимаю, что пока я не увижу своими глазами Или не ощущаю это на себе И я могу и в это не верить Но когда происходят какие-то жизненные Такие небольшие моменты То, конечно, вроде и веришь Вроде понимаешь, что Блин, ну может ты себе все придумала Даже не знаю, верю я или нет Просто был такой вот у нас момент в жизни В детстве, конечно Следующий вот под вопрос такой написан Гадала ли ты на суженого в детстве и в юности? Да, мы гадали и на суженого, и на ряженого, и пиковую даму И кого мы только там не вызывали И домовых, и матершинников, конечно, и в лагере И в Новый год, в Рождество Мы что только не выделывали Было и интересно, и страшно одновременно В общем, есть что вспомнить И последний вопрос Лера, привет! Кем бы и где бы ты работала Если бы была возможность это реализовать на 100% Вот честно, я вот не знаю Если вот так сказать Я такой человек, что вот я когда пошла учиться Даже в институт Я не шла туда, куда я хотела Я хотела стать археологом Мне нравились раскопки Египет Все вот в эту тему Но здесь получается так Что я пошла учиться Потому что вот был такой проходной бал Я в него попадала И пошла учиться вот по этому направлению Потому что надо было получить высшее образование Но сейчас, конечно, спустя года Мне хотелось бы развиваться вот в этой сфере Монтаж, озвучка, съемка особенно Ну, конечно, я понимаю, для того, чтобы в этом реализоваться Это надо потратить небольшую Не маленькую, точнее, сумму на технику На обучение На опыт Время немного очень потратить И, конечно, это все приведет к хорошему, правильному результату Если к этому стремиться Но сейчас пока что я говорю Мне хочется в этой сфере развиваться Но обстоятельства складываются так Так что пока что хватает меня реализовывать Вот YouTube-канал Съемки, домашние уборки Да, и больше пока ничего Пока что ничего не могу такого Суперинтересного, грандиозного себе позволить В плане развития на эту тематику Поэтому вот такие вот были у нас вопросики Их было немного Некоторые были похожие между собой Я на них ответила Ну, а здесь мы с вами гладим шторочки Ксюшины Я говорю, что их плохо прогладила Хотя вроде кажется нормально Когда мы их с вами весили То получилось, что они все равно у нас кудрявенькие получились И отпаривателем потом в ближайшее время Мы с вами пройдемся по шторочкам уже Когда они будут висеть И здесь Дашины тоже шторочки Но они из такого материала сделаны Что они не видно по ним, что они мятые Я по ним просто прошлась утюгом И поняла, что не особо что-то изменилось И вторую шторку я не особо стала даже заморачиваться гладить Потому что поняла, что в принципе они прямые, ровные шторы И можно их повесить вот так Вот такая вот глажечка у нас получилась У меня еще были пару постельных комплектов белья Но я уже так устала гладить Я и так долго оттягивала этот момент И поэтому я решила убрать пока что эти пару комплектов И потом, когда будет у меня настрой или желание Я их поглажу Напишите, любите ли вы глажку Потому что глажку я оттягивала довольно на долгое время Хотя особо тут гладить нечего было Поэтому мы с вами будем двигаться дальше И будем уже готовить наш вкусный ужин Сегодня на ужин у нас будет салат оливье У меня такие салаты, как оливье, крабовые палочки С крабовыми палочками уже давно перестали быть новогодними салатами особо Если раньше, я прямо, знаете, у меня как-то из детства шло Что мама на праздники только такие салаты готовила И в повседневной жизни мы не готовили такие салаты И у меня как-то с детства отложилось, что такие салаты только на праздник Но потом уже, конечно, со временем я поняла Что, в принципе, много каких салатов можно сделать в любой праздник И такие салаты, если мне хочется Почему я должна дожидаться какого-то праздника И его готовить только на праздник Поэтому, особенно я такие салаты люблю готовить Когда у меня остается какая-нибудь колбаса в небольшом количестве Либо соленые огурцы пару штук, пару яиц Я понимаю, что из этих ингредиентов Прямо можно взять и сделать быстренько салатик Особенно у меня вдохновение на салаты приходит вечером Либо уже, когда девчонки спать укладываются Я их уложу, поставлю овощи в рецепт И тихонечко под кино, под фильм какой-нибудь Стою, чищу овощи Нарезаю все как будто в такой вот спокойной обстановке Я, конечно, люблю, когда меня на кухне никто не дергает Особенно, когда я что-то прибираю, мою Либо готовлю Потому что готовить на одной ноге Как я это называю, когда Ксюша меня постоянно дергает Постоянно что-то ей не надо, не нравится Девочка такая капризная, с характером И поэтому, конечно, мне вот в этом плане очень тяжело Я дожидаюсь либо вечера, когда все спать укладываются Либо, когда Сережа дома Чтобы переключить немножко Ксюшу на него Для того, чтобы я могла спокойно приготовить кушать Тем временем мы с вами уже нарезали наш салатик Я постаралась максимально мелко его нарезать И добавила соль, майонез и все перемешиваем И буду закрывать его крышечкой и убирать его в холодильник И на горячее мы с Сережей решили приготовить голени Запеченные с картошкой в рукаве Мы очень любим запекать вместе что-то Особенно, если это, допустим, свинина Сережа одним делом занимается Мясо режет, я, допустим, картошку режу Он в основном всегда чистит картошку Потому что я, во-первых, физически не могу Из-за больных пальцев это делать особо И переложила, так сказать, ответственность за картошку на него Могу нарезать, но чистить мне, конечно, труднее Поэтому он все чистит А я все нарезаю, рублю Замешиваем соус Мы обычно делаем либо сметану, либо майонез с аджикой Делаем все это Перемешиваем, маринуем это все И отправляем в пакет У нас было пару морковок Которые у нас лежали в холодильнике Обычно я морковку, да, знаете же, что я ее На мясорубке, на насадкой специальной нарезаю И замораживаю Здесь у меня оставалось немножко замороженного лука И немножко свежие две морковки Поэтому я решила добавить их тоже в это блюдо Голени споласкиваю И будем все это мы с вами замешивать Как часто вы делаете такие подобные блюда? Потому что, конечно, вариаций таких блюд много Возможно, кто-то добавляет еще какие-то приправы Но так как у нас аджика с майонезом Поэтому мы приправы, конечно, никакие не добавляем Только солим и все И с аджикой, и с майонезом все это перемешиваем Замешиваю в двух кастрюлях Потому что не совсем удобно Очень много, да, у нас получилось картошки Голени тоже достаточно много И поэтому удобнее, конечно, это все замешать в разных кастрюлях Все это будем замешивать и отправлять в пакет Очень люблю совместные готовки с Сережей Потому что как-то чувствуется сплоченность Один-один одно делает что-то, другое-другое Тут недавно мы с ним запекли пирожки Я, к сожалению, не включила камеру Потому что как-то не было времени особо на это Я, значит, стояла за столом Сидела за столом, делала пирожки А Сережа жарил И вот со стороны мне хотелось бы, конечно, через камеру посмотреть на это Как мы там вместе все это делали Было классно И, конечно, это сплочает очень сильно Особенно, когда подолгу друг друга не видишь Когда Сережа на работе постоянно Я дома И вечером только видимся перед сном, грубо говоря И вот такие совместные, конечно, приготовления пищи Тоже очень объединяют И быстренько сполочнем посуду, чтобы она не стояла И будем дожидаться, когда приготовится наша картошечка Хотелось бы узнать, у вас поставили ли вы уже елку Потому что я не знаю, когда ее ставить начинать То ли уже на выходных мне ее поставить, Сережа Когда он будет дома Потому что вроде все уже поставили А я все еще без елки Кто-то под самый Новый год наряжать ее начинает Поэтому обязательно пишите мне в комментариях Поставили ли вы дома уже елочку А нам, я думаю, уже надо сходить на балкон Достать ее хотя бы коробку с елкой Так что у нас уже картошечка готова Я хочу вам и показать Пожелать вам приятного аппетита, если вы будете кушать И на этом с вами попрощаться Я надеюсь, я вас хоть немножко смотивировала Всех люблю, всех целую Всем до новых встреч Пока-пока